доброе утро дорогие друзья доброе добрейшее веселейшее утро и мы начинаем начинаем наш традиционный традиционнейший урок торы который же идет более пяти лет более пяти лет значит недельная глава недельная глава и 7 глава мишлей притчи царя салмона это наша сегодняшняя тема начать запись все отлично отлично вот у нас три канала сейчас идет три канала это прекрасно видите чем больше цвета чем больше торы тем лучше и мы продолжаем и так значит глава шлах глава шлах которая очень очень она такая программная в ней есть прямо конкретно очень важные модели взаимоотношения еврейского народа со всевышним взаимоотношения каждого еврея землю израиля и взаимоотношения каждого человека со всевышним и друг с другом то есть сегодня у нас такая очень ключевая глава которая показывает как может человек своими словами испортить жизнь себе и своим потомкам представляете прямо это очень мы ключ один из самых ключевых уроков которые только есть во всей торе значит сказал бог машей и арону говоря что четвертый отрывок главы шлах сказал бог машей и арону говоря адматай он говорит до каких пор для это а раз вот это вот плохая ра это зло зло значит плохая злая это сообщество которые которые на меня на меня не моли ним это на меня не жалуется моли ним это наговаривают жаловаться наговаривают на меня и эти тлу нот и эти жалобы сынов израиля которые они жалуются на меня до тех пор я буду до каких пор я буду это слышать говорит бог значит что мы видим отсюда что всевышний называет жалобы и плохие слова называют злом это конкретно зло причем есть вот это вот слово и да и да это сообщество сообщество начинается с 10 человек отсюда мы учим что 10 человек когда собираются вместе это большая сила было 10 разведчиков злодеев которые собрались вместе и они вот эти вот разведчики они весь народ своей клеветой на землю израиля своим злоязычием на землю израиля они весь народ напугали и народ начал тоже жаловаться получается эти жаловались те услышали тоже начали жаловаться и бог говорит до каких пор я это буду зло слушать эти зал жалобы теперь говорит он скажи им бог говорит маша рабы но чтобы маша рабы но передал народу израиля так сказал бог что так как вы говорили и я это слышал так я вам и сделаю они говорили о лучше бы мы в этой пустыне умерли бог говорит отлично хотите пожалуйста то есть представьте человек говорит они они жаловались ой вот это вот нам страшно идти в землю израиля значит там нас убьют заберут лучше бы умерли в земле в пустыне так они говорили да бог говорит я ничего менять не буду вы считаете вам лучше умереть в пустыне пожалуйста то есть мы видим что негативные слова в чем их их ужас бог не наказывает за эти негативные слова он просто дает возможность им сбыться то есть пессимист скептик человек который говорит злоязычие он просто всевышний дает возможность его словам сбыться только на ком на нем же на нем же она и сбывается представляете или бог он долго терпеливый милосердный вы спросите а есть такие люди которые проклинают себя других и так далее бог из милосердия он как бы он говорит так вот этого мы сейчас переводим в демо версию все что он говорит она не работает все его планы не работают всего проклятия не работают потому что если включить что его слова его молитвы начинают работать так его плохие слова начнут работать если он с утра жалуется проклинает вечером молится и просит и в дня то благословляет а проклинает так всевышний говорит так не бывает что я буду твои просьбы выполнять а твои проклятия нет то есть я или не буду и проклятие просьбы выполнять или буду и проклятие просьбы выполнять но проклятие твое на другого она не может сбыться она в начале сбывается на того кто проклинает представляете поэтому милосердие всевышнего заключается в том что слова большинства людей перестают быть слышимы вообще на небе. То есть они отрезаются в силу. Многие спрашивают, вот люди такие есть, они живут долго и все, они такие там, и злодеи за языком не следят и все. Они не живут, они просто знаете как, ну такие как биороботы такие, да, которые произносят, то есть они уже себя отсекли от духовного мира полностью. То есть из-за того, что они своими словами они вот так вот плохо разговаривают, значит они себя отсекли. Теперь Бог говорит, передай им, что как они сказали, так я сделаю им. В этой пустыне как бы упадут их тела. Значит и все, что они говорили, и все, что на них раньше было, грехи их, которые я до сих пор ждал и ждал, что они исправятся. Но раз они уже здесь не захотели зайти в землю Израиля, значит все и старое, грех золотого тельца, и тоже на них уже тогда, за них приходит расплата. И кого будем наказывать? Мебен истрим шанавы мало. Будем наказывать только тех, которые от 20 лет и старше. Отсюда мы учим, что до 20 лет человек еще не считается осознанным. И Всевышний ждет его исправления, ждет пока он станет осознанным. На иврите возраст до 20 лет называется Типешесре. Как бы Эхад начинается 11. Это Эхад Эсре. 1 и Эсре это как 10. 12 Штем Эсре. То есть вся от 11 лет до 19 лет возраст заканчивается вот этим словом Эсре, да? Ну как бы десятка. Так на иврите есть такая шутка, что этот возраст называется Типешесре. Глупый. Ну глупость. Потому что от 11 лет подростковый возраст до 19 человек, он такой еще, он его колбасит. На ар на иврите подросток это тот, которого колбасит, который трясется. Поэтому Бог говорит, те, кто с 20 лет и старше, которые уже отвечают за свои поступки, они должны быть осознанные. И те, которые жаловались на меня без оснований, то есть когда человек говорит, Бог мне не поможет, это жалоба без оснований. Ты не знаешь, поможет он тебе или нет. Но когда ты утверждаешь, что Бог тебе не поможет, то ты говоришь клевету на Всевышнего. Он собирался помочь. То есть ты к человеку подходишь и говоришь знаю я, что ты мне и не помогал, и не помогаешь, и не поможешь. А он тебе помогал, помогает и хочет помогать. Как тогда воспринимается это высказывание? Как клевета. А если человек на тебя клевещет, это приятно, это хорошо или не хорошо, тут даже не про приятно. Если один человек на другого говорит злоязычие, которое является клеветой, которое выдуманное, то есть он еще и как бы и выдумал, оно идет нефактическое. Это вообще уже само по себе, это причина, как сказал Бог. Он сказал, я не буду на тебя, вас наказывать, я просто сделаю так, как вы говорите. А, ты считаешь, что не помогал, не помогаешь и не будет помогать. Ты прав. Ничего тебе не будет. Ни помощи, ничего. Все. Теперь дальше. И он говорит, я сделаю так, как они жаловались на меня. Иматем того элярыц, ашер на сайте этиадили шакен эт хэм ба. Ти им. И не зайдете вы в ту землю, в которую я вас вел, чтобы там находиться вместе с вами. А только зайдут калиф, бенефуне и ушуа бенун. Вот эти двое из 12 разведчиков, которые пришли и сказали, да, мы видели то же самое. То есть, они видели то же самое. 12 человек смотрели на одну и ту же страну. 10 пришли и сказали, мы не сможем. Двое пришли и сказали, а мы не должны смочь. Бог за нас сможет. То есть, смотрели они на одно и то же, но выводы у всех были разные. Поэтому человек, который пессимист, он отвечает за свой пессимизм, чем событиями своей жизни. Ветапхем Ашера Мартем, а ваши дети, да, младенцы, которые вы сказали, что они станут добычей, и вот мы сейчас туда пойдем, эти захватят, нас убьют, все. Вот то, что вы говорили, что они станут добычей, а вот их я приведу в землю, которую вы пренебрегли в нее зайти. И ваши трупы будут останутся в пустыне, а ваши сыновья, значит, будут из-за ваших слов, 40 лет они будут ходить в пустыне, Арбаим Шана, и они будут нести ваш грех на себе. То есть, вы своими словами вот так говорили, что им будет плохо. Теперь из-за того, что вы говорили, что им будет плохо, им будет плохо. Им теперь придется 40 лет расти в пустыне. Тоже наговорили, молодцы. Значит, Кемиспара и мима шер тартем это арец, как по числу дней, которые вы исследовали землю, 40 дней это было, день за год. Значит, будете нести свои грехи 40 лет, значит, за то, что вы пренебрегли мной. Все. Я Бог, я Бог, говорит он, говорил я. Значит, как вы говорили, как вы говорили, что вы в пустыне умрете, так вы умрете. Все. То есть, это то, что Всевышний, еще раз, когда идет какое-то, вот говорят, наказание за грех, да, Бог наказывает. Он не наказывает, это последствия. Причем, мало того, что это последствия, это последствия, о которых предупреждалось красными буквами. То есть, Стора нам всегда говорит, что добро, что зло, что делай, что не делай, если на розетке написано вот так большими буквами, на всех языках, не засовывай пальцы в розетку. И человек подходит и засовывает пальцы в розетку. И его ударило. Можно ли сказать, что электрик виноват, что электрик его наказал за то, что он засунул пальцы в розетку? Нет. Электрик не наказал его за то, что он засунул пальцы в розетку, электрик предупредил, что если засунуть пальцы в розетку, то ударит током. И написал, не суй пальцы в розетку. Понятно, да? Хорошо. Теперь, а что стало с теми, которые были зачинщиками? Что стало с ними? Написано, написано, что те люди, которых посылал Маше исследовать землю, и они вернулись и жаловались на землю, и они, значит, своей клеветой, они вывели весь народ Израиля жаловаться, они умерли, те люди, которые говорили эту клевету, умерли они Бема Гефа, то есть они умерли от эпидемии перед Богом. Какая была у них эпидемия? Значит, у них эпидемия была такая, что у них языки, вывалились языки, распухли, и из языков полезли черви, да? То есть, все идет мера за меру, все в этом мире идет причина следственной связи, и нет такого, что есть там какое-то наказание без предыдущего преступления, нет того, что есть награда без предыдущего какой-то причины, чтобы человек это получил. То есть, все очень сильно здесь структурировано, просто надо понимать структуру. И, значит, что мы здесь дальше видим? Иушуа Бенун, и Калев Бен-Эфуне вдвоем, которые пошли против этих десяти разведчиков, они единственные из того поколения зашли в землю Израиля, и сказал Муше все эти слова перед общиной сынов Израиля от Бога, и они вайтаблу ааммот, и они очень сильно начали о ней скорбеть народ. То есть, мы видим здесь, что народ, по факту, он, особенно в том поколении, где они были рабами, которые выросли в рабстве, которые были рабами всегда, да? Их родители были рабами. Они очень подвержены власти. То есть, у них прямо вшито в прошивку, в их восприятие, что если туда повело, они туда идут, туда повело, туда идут. То есть, вот это, конечно, проблема бывшего Советского Союза. Это проблема огромная России, на основе которой возник Советский Союз, Российская империя, что людей угнетали из поколения в поколение. Если уже в Америке было рабство, оно было для части населения, для афроамериканцев, то в России 80 или 90 процентов населения были крепостными. До 1865 года это было все население, 80 процентов были в рабстве. Потом наступил коммунизм, который, использовав вот эту вот систему, что люди были очень покорные перед властью, они потом сделали их на 70 лет вообще коммунистами, атеистами, кем там только угодно. Потом поменялась власть, люди стали капиталистами. Сейчас меняется власть, люди становятся, идут. То есть, есть прошивка у каждого народа, есть прошивка такая, да, на менталитет, то что называется. И власть, которая умеет, как бы они находятся вне рамок и вне правил, они умеют манипулировать очень сильно. И здесь мы видим, что Маше Рабейну, который манипулировать не мог и не хотел, то есть Бог, в чем главная идея Всевышнего? Главная идея Всевышнего это дать человеку свободу выбора, дать ему полную свободу выбирать, чтобы это был осознанный выбор выбрать Всевышнего. И Маше Рабейну, который был самый скромный из людей, у которого не было своего эго, он не был манипулятор. И когда он хоть на граммулечку нарушил волю Всевышнего, Всевышний ему сказал, что ты тоже не зайдешь в землю Израиля. То есть, очень важно выбрать волю Всевышнего и делать это осознанно, идти по заповедям Всевышнего, чтобы это был твой осознанный выбор. Но тебе в этом выборе будет мешать твое эго и твоя животная натура. И вот на вот этом выборе человек поднимается на духовный уровень и на уровень своей души соединяется со Всевышним. Теперь, значит, что мы здесь видим? Сказал Маше это народу. И народ начал грустить. То есть, они были очень подвержены негативным эмоциям. То они жаловались, тут они начали грустить. И встали они утром, и начали они подниматься на гору. То они говорят, ошиблись, все, мы идем. Значит, и сказал Маше, зачем вы снова нарушаете волю Всевышнего? Не будет у вас от слахи, не будет у вас успеха. То есть, тот, кто нарушает волю Всевышнего, у него не будет успеха. Это вот прямым текстом здесь написано. Лотит слах, не получится у вас. Аль-Талу, ти-эна шембэ-тир-бэхэм. Не поднимайтесь на гору, то есть, не заходите в землю Израиля. Нету Бога в вашей среде. Значит, ну они попробовали подняться. Естественно, их кнаонийцы и амалетии их победили. И, значит, что? На этом заканчивается наш сегодняшний отрывок. Сегодняшний отрывок, значит, заканчивается... А, нет, он не заканчивается. Вот, тут важно. Заканчивается тем, что в Айрата амалетии спустился амалетии к наонии, которые были на горе, и победили их, и гнали их до места, которое называлось Ахарма. И дальше начинается следующий отрывок словами. И сказал Бог Моше, говоря, скажи-се нам Израиля и передай им, что когда они зайдут в землю Израиля через сорок лет, и я дам им землю Израиля, и они в ней поселятся. То есть, есть... Они могли зайти сейчас. Нет, значит, через сорок лет. Второе окно возможности открывается через сорок лет. И сделаете вы жертву для Бога, жертву всесожжения. И дальше идет опять про жертвоприношение. То есть, Он, Всевышний сказал, я от вас полностью не отвернусь. То есть, это еще один урок, что нужно делать то, что Бог говорит тогда, когда Бог говорит, и как Он говорит. И это главное отличие Торы от просто духовности. Что просто духовность, это я духовный, и я в своем мире Бог. Я себе говорю, что такое духовность, что не духовность, что такое хорошо, что такое плохо. Тора говорит, нет. Духовность, это выйти из-под власти материальности, да, из-под власти животных инстинктов. Но, когда ты выходишь в духовность, как раз духовность и есть это скрупулезное выполнение заповеди Всевышнего. То есть, в этом и есть служение Всевышнему, в этом и есть соединение Всевышнему, выполнение Его заповедей. А не просто сидеть, курить траву на балик и говорить, я духовный, я духовный, там, и все. Кто-то говорит, я духовный, и давай там заниматься тантрой, какой-нибудь там вообще беспорядочной половой связи. Другой говорит, я духовный, я вообще рожать не буду, вообще ни детей, никого, все. Это называется не быть духовным, это называется выдумывать себе, что такое духовность. А Тора это быть духовным и сказать, что моего эго нет, есть Всевышний, я выполняю волю Всевышнего. Встал, спасибо Всевышний. И пошел в течение дня. Благодарность, молитва, добрые дела, изучение Торы, работа, благодарность, молитва, добрые дела, изучение Торы. Все, вот это называется духовное. И царь Соломон нам рассказывает, как будучи духовным, в книге Мишлей, он нам рассказывает, как будучи духовным, при этом быть еще и успешным То есть быть не просто духовным, но и, что такое успешным, это реализовать свои замыслы, реализовать свои замыслы, которые идут в рамках замысла Всевышнего, при этом не нарушая законов Например, человек хочет быть богатым или не хочет быть богатым, не запрещено быть богатым, не запрещено не быть богатым Если он хочет быть богатым, то тогда он может это делать по Торе или против Торы Если человек хочет быть очень успешным в бизнесе, можно быть успешным в бизнесе по Торе, а можно быть успешным в бизнесе, нарушая Тору Вот это вот, Мишли, это как быть успешным во всех важных аспектах жизни, но при этом не нарушать никакие заповеди. Сегодня седьмая глава. Седьмая глава, она нам говорит еще больше о женщинах, да. Она говорит нам о женщинах, которые, вот вся эта глава, вся эта глава, она рассказывает о, такая метафора. Вот, кстати, я думаю, что это единственная седьмая глава, она полностью, вся глава посвящена одной теме. Обычно в каждой главе есть в среднем 30 отрывков и есть где-то минимум 15 тем, 10 тем, ну минимум. Здесь все идет одна тема. Значит, начинается классика, каждая глава Мишлей, притча начинается словами «Сын мой, сохраняй мои слова и заповеди береги при себе». То есть, царь Залмон, он говорит, смотри, если ты отпустишь и забудешь про свою настоящую цель служить Всевышнему, то твой мозг тебя расколбасит в 3 секунды. То есть, тебе, вот просто у тебя нет никакой цели, и ты покатился по наклонной. То есть, мозг, который не занят решением какой-то производительной, конструктивной цели, он идет сразу в разнос. И он говорит поэтому, сын мой, сохраняй мои слова, помни, повторяй, и заповеди пускай будут с тобой. Всегда есть возможность выполнить какую-то заповедь. Если у тебя есть цель служить Всевышнему, то у тебя нет секунды свободной. То есть, ты все время, ага, есть время, а вот я сейчас псалом почитаю, вот я помолюсь, вот я сделаю дзаку. Где тут бабушку перевезти через дорогу, доброе дело сделать? Нету бабушки. Значит, найдем бабушку. И, значит, это то, ты должен быть все время занят. Дальше он говорит, шмор, митсватаевых е, сохраняй мои заповеди и живи ими. Да? То есть, они ведут тебя к жизни. То есть, если ты хочешь быть уверен, что то, что ты делаешь с Божьей помощью, делай заповедь. Потому что, когда ты делаешь заповедь, это бейзрата шем с Божьей помощью. А если все остальное, это если захочет Бог, может да, может нет. Поэтому нам дал хороший совет Раби Йосиф в Перте. Он сказал, что пусть все твои действия, в июк кольма асейха, все твои действия пусть будут во имя небес. То есть, ты можешь так, все, сейчас я еду на работу. Значит, скажу там пару слов Торы. Значит, дальше поговорю с человеком, чтобы он тоже стал партнером ВАИКРа. Дальше. Если этот проект, у меня сейчас сделка получится, там заработаю 1000 долларов, 100 долларов дам ЦДК на хорошее дело. Все. У тебя уже ты привязал каждый шаг своего пути к заповеди. Ты не просто едешь на какую-то встречу и так далее. Ты едешь, конкретно выполняет заповедь. А если ты еще по дороге послушал какой-то урок Торы, то тогда у тебя, бах, прям вообще полностью Всевышний с тобой и будет удача. Дальше он говорит. Слова Торы нужно сразу превратить в действия пальцев. Что это значит? Вот вы сейчас сидите, запишите какие-то инсайты, какие-то идеи. Уже вы пальцами Тору изучаете. То есть, вы превратили Тору не просто слова, а это уже вы превратили в действия. А потом задайте себе вопрос. Так, я понял вот это. Что я могу сейчас сделать, исходя из того, что я сейчас прослушал урок Торы? И вы тогда, оп, и сделали какое-то одно действие. Это то, что царь Соломон нам советовал. Завяжи слова Торы на пальцы твои. То есть, преврати их в действия. Катвэм аль луах лебеха. Сохрани на скрижалях своего сердца. Повторение мать учения. То, что вы для себя поняли инсайд. Через час, вечерком, сделали пост, записали. Вечером в дневник благодарности. Сегодня выучил такую-то заповедь истории, такую-то идею. То есть, вы таким образом, когда вы запоминаете, вы как будто бы написали на скрижалях своего сердца. Значит, четвертое. Скажи божественной мудрости. Четвертый отрывок. Иморлих Ахмаз. Скажи божественной мудрости. Ахотияд. Ты сестра моя. Мы с тобой как одно целое. Мы из одного источника. Это не Мишли отдельно, я отдельно. Мишли, притчи царя Соломона и я. Это как брат и сестра. То есть, это нет, что у меня одни мысли, а у царя Соломона были другие мысли. Нет. У нас одинаковые мысли. Мы оба хотим служить Всевышнему. Просто царь Соломон знал, как это делать. А я сейчас узнаю. И поэтому скажи мудрости, сестра ты моя. То есть, мы с тобой одно целое. Ве мода ля бина текра. Значит, и бина – это сообразительность. Назови ее мода. Это как, что ты ее, ну, даже не друг, а ты ближе, чем друг. То есть, сообразительность – это у меня есть у сына очень такая присказка. Я у него ее взял. Это уже я сейчас начал использовать. Он говорит так. Я ему говорю, Яша, надо приходить вовремя. Он говорит, вовремя, папа, это мое второе имя. Да, точность – это мое второе имя. Я ему говорю, Яша, смотри, надо там спортом позаниматься. Он говорит, папа, я и спорт – это синонимы. То есть, вот это примерно то, что здесь, в четвертом отрывке царь Соломон сказал. Скажи божественной мудрости, ты моя сестра, и скажи сообразительности, ты мой друг. То есть, это действительно то, с чем надо слиться. А потом я еще слышал красивое выражение. Кто-то сказал про кого-то что-то не то, но, например, ты там всегда опаздываешь. А он отвечает. Это не я, что это где-то в другом месте слышал. А он говорит, я, мое имя и опаздывать в одной строчке никогда не пишутся. Но это я не помню, где я услышал. Тоже красивый такой оборот, величевой. Хорошо, значит, скажи мудрости, что ты моя сестра. Скажи сообразительности, что ты мой друг, что мы с тобой самые близкие. И дальше пятый отрывок начинается про основная суть седьмой главы. В пятом отрывке начинается, говорится, И дальше идет описание, как будто бы женщина, у которой муж уехал. И она соблазняет молодого юношу, который такой вот он простосердечный. И она его завлекает красивыми словами, что вот, помоги мне там жертвоприношение принести. А у меня, значит, то пятое-десятое. В общем, она все во имя небес с хорошими. Как коммунисты завлекали молодежь. Или как преступники завлекают молодежь в преступной группировке. Также вот здесь передано, как вот эта женщина, но это метафора на лживые идеологии. Вот эти лживые идеологии, они заходят в псевдодуховность и псевдодоброта. Они заходят к человеку, как вот эта женщина, которая хочет его соблазнить. А потом он уже к ней зашел. А она ему говорит после этого. Знаешь, у меня муж, просто он уехал. Он говорит, как, ты замужем? А, не обращай внимания, там все. И он уже, он знает, что этого делать нельзя. Но он уже, он прямо заглотил наживку. Поэтому вот эти лживые идеологии, когда человек, он начинает от Торы отдаляться. Или же они его захватывают. Идеология, они же борются за людей. Идеология общества потребления. Это внушают конкретно людям, что ты должен покупать новые вещи постоянно, постоянно. Ему показывают и показывают. Давай, давай, ты не полноценный, ты не модный. У тебя джинсы без дырок. Он говорит, в смысле? Мне бабушка говорила, это позор. Не, 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 бабушка, это вчерашний день. Джинсы с дырками, это круто. Все, ладно, блин. А у меня же без дырок, я только джинсов накупил без дырок. Так, вчерашний день, он накупил с дырками. Или ему говорят, ты вообще позорище, посмотри на себя. У тебя джинсы с дырками, но талия низкая. Надо талия высокая. Он, так у меня же полшкафа с талией низкой. Не, 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 это не то. Ты вообще не полноценный. Давай в джинсы с дырками с талией высокой. Он опять накупил. Следующая транзакция, да. Джинсы с дырками уже не катит, значит, катит уже, значит, я не знаю, что другое. То есть, идет постоянная манипуляция сознанием. И эти лживые идеологии, они заходят через очень красивые входа такие, что надо быть современным, надо быть модным. Ну, мысль глубокая, что надо быть современным, надо быть модным. Но она ведет к тому, что ты постоянно должен обеспечивать, значит, Арие, зовут его Арие Бернар, по-моему, да. Он первое или второе место по богатству в мире, владелец всех вот этих вот модных брендов, которые 90% от своего заработка тратят на рекламу. То есть, что они делают? Они манипулируют сознанием. То есть, они берут и продают вещь, которая стоит себестоимость, там, например, 10 долларов. Они ее продают за тысячу. И из этой тысячи 900 долларов они тратят на рекламу, чтобы люди покупали эту вещь с дыркой, хотя дырку они могут сделать сами. Возьми любые джинсы, сделай сам дырку, все, у тебя джинсы с дыркой. Но 900 долларов, которые вложены с каждых джинсов с дырками на рекламу, они заставляют идти и покупать. Понятно, да, идея? Хорошо, дорогие друзья, всем, чтобы было больше Торы, больше Света, больше связи со Всевышним, больше заповедей, чтобы у нас не было времени на пустое, на лживое, на бесполезное, а чтобы было время на то, чтобы связаться со своей душой настоящей и внутри быть счастливыми. И для этого не нужны никакие сверхдостижения, для этого не нужны никакие сверхусилия. Для этого просто нужно стать нормальным, умным и вернуться к себе. Все, удачи, успехов. И чтобы, когда вы поучили Тору, после этого очень хорошо сказать Всевышнему, смотри, я очень хочу найти путь к тебе. Вот сейчас послушал урок Ицхака, 32 минуты. Значит, все посвятил 30 минут своей жизни тому, чтобы сказать божественной мудрости. Сестра, ты моя, а теперь я тебя прошу. И в этот момент надо поблагодарить Всевышнего за что-то и попросить. И я даю вам благословение, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы. И чтобы то, что вам нужно, Всевышний вам дал, чтобы вы прям увидели, насколько у каждого есть к нему доступ, прямой доступ. И после этого вы начали этот доступ расширять. Вот этот свет божественный, который, вот этот внутренний контакт, через Тору, через заповеди и через добрые дела, его можно усиливать, усиливать, усиливать. И от этого веселого, радостного света получать большое удовольствие. И этот свет, он потом поднимает душу на следующий этап жизни, после того, как тело отмирает. И, значит, все будет отлично. Все, до завтра. Завтра в 10 утра встречаемся с Божьей помощью. И продолжаем обучение.